Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Встречаюсь с молодым человеком два года. Можно сказать, что живём практически в гармонии. Иногда, правда, бывают бытовые мелкие ссоры, но оба, как он, так и я, стараемся идти на компромисс. Хочу добавить, что мы не всегда говорим про душа, иногда что-то не договариваем о своих переживаниях, хотя много раз обсуждало это с ним, но как-то до сих пор тяжело это даётся. Также, в основном, извиняется он, мне это сложно даётся, и чтобы собраться с силами и попросить прощения, мне нужно дня два-три. На протяжении этих лет, несколько раз, он делал мне предложение, я говорила, что мне нужно подумать, что я не готова пока. Вот буквально позавчера он снова сделал предложение, у меня внутри всё переполнялось от радости, но я также сказала, что мне нужно всё обдумать. Я иногда думаю, что из-за своих постоянных раздумий он опустит руки и расстанется со мной, такой нерешительный. Я очень сильно его люблю, мне хочется согласиться и сказать да, но я боюсь, что он также начнёт меняться после свадьбы. У мамы так было. Она мне рассказывала то, как отец до свадьбы каласта с ней обращался, а после начал пить и поднимать на неё руку. У тёти тоже похожая ситуация была, только её муж не пил, а бил в основном как поживительность, когда буквально сбежал от него, а он её ещё несколько месяцев преследовал. Я не хочу, чтобы со мной повторилось то же самое, не хочу разочароваться в любимом человеке, и я понимаю, что решать, конечно, в итоге мне, но прошу, помогите, пожалуйста, определиться, что мне сначала сделать, разобраться в себе, а потом соглашаться, или сначала согласиться, а потом уже работать над собой. Ну, если говорить о том, что именно вам делать, то, наверное, имеет смысл это сделать перед браком, перед заключением брака, да, чтобы у вас не было какой-то такой ограничивающей, ограничивающей линии, да, что вот вы уже согласились, что, например, пути назад нет. Мне лично кажется, что так будет вам спокойнее, но если у вас есть своё мнение на этот счёт, или если вы не согласны с ним, то, естественно, вы вольны поступать так, как вам хочется. Сейчас я хотел бы сказать, что, как бы, в том, что описываете, образно говоря, вы, в контексте истории своей мамы, например, и тёте, вот. Я думаю, что здесь есть ответственность не только их мужей, но и их самих тоже. Как-то вот, на мой взгляд, этот момент несколько не учитывается. А вообще-то, вообще-то, этот момент важен, потому что пить, судя по тому, что мы видим, пить и бить ваших маму и тётю, и их мужья начали с ними, то есть совместное проживание, совместный быт, отношения, если угодно, привели к тому, что мужчины начали так-то провести. И это не случайно. Да, безусловно, есть люди, которые склонны к этому, безусловно. Вне всякого сомнения, склонность здесь имеет место. Но, в то же время, отношения строят двое людей, и ваша мама и ваша тётя также поспособствовали этому. Нет, я не хочу сказать, что они виноваты в том, что произошло. Я не хочу сказать, что ваша мама или ваша тётя хотела, хотели, чтобы их пить. Нет. Но я хочу сказать, что что-то в их поведении поспособствовало тому, что подобная линия взаимодействия начала себя проявлять. Я имею в виду мама и тётя с их мужьями. На мой взгляд, данная модель, помимо всего прочего, представляет собой смесь, а точнее, если так уж совсем говорить формально, да, то тесная взаимосвязь родительской модели поведения по отношению к мужчинам. И я бы сказал, доказайте вот чисто гендерная форма взаимодействия. То есть, что это значит? Что значит чисто гендерная форма взаимодействия? Это когда мужчина и женщина, муж и жена общаются друг с другом только в форме полуролевой модели. То есть чисто, скажем так, чисто женская модель поведения, жены, например, и чистая мужская модель поведения, например, муж, обязанность, роли, вот. В этой ситуации, ситуации искусственного ограничения ценности, деятельности, взаимодействия, того общего, что между людьми есть. Люди могут реагировать по-разному. Ну, кто-то начинает пить, кто-то начинает уходить в насилие. Обрадывает ли это человека? Нет. Потому что человек ведь мог этого не делать. А если он так делал, значит, ну, вероятно, какая-то предрасположенность к этому у него все же была. Но надо сказать, что вы боитесь того, что с вами, ну, похожая ситуация произойдет. На мой взгляд, не случайно, потому что вы по отношению к своему молодому человеку, скорее всего, ведете себя похожим образом. Это смесь какой-то родительской позиции. Когда вы, условно говоря, например, с трудом просите прощения до проявления родительской позиции, не смотря на то, что вы, скорее всего, не согласитесь с этим утверждением, не смотря на то, что, как бы, сложность попросить прощения, она субъективно вытекает немножко из другого. Она вытекает из, например, чувства стыда, или из гордости, или из страха. Но это родительская позиция. Почему? Потому что я, как бы, выше нахожусь. Мне сложно попросить у тебя прощения. То есть, как бы, в прощении я должен немножечко уменьшиться. Ну, психологически я должен немножко уменьшиться. И если вам это сложно, то вы в этом видите для себя угрозу. Вот. А значит, равноправные отношения вы выстраивать, получается, можете с большим трудом. Я не знаю, можете ли вы их выстраивать вообще, потому что, ну, это нужно выяснять. Но то, что вы это делаете с трудом, это факт. Вот. На это же указывает то, что вы пытаетесь, по сути, контролировать своего молодого человека и ваши отношения с ним. Вы пытаетесь контролировать это через установку правил. То есть, через вот, например, требования разговаривать по душам и так далее. Это вопреки тому, что вы можете подумать, контроль. Вот. Это стремление к контролю. Вместе с тем, означает также и недоверие в себе, и неуверенность, и некий страх. Вот. Это тоже очень важно, потому что это всё создаёт такую ситуацию, что вы вроде бы испытываете какие-то чувства, а в то же время боитесь их проявить. Неуверенность. Сомнение. Это то, что сейчас, условно говоря, представляет из себя реальность, в которой вы живёте. Ну, не сказать, чтобы это реально было очень приятно, да? Вероятно. Вот. Ну, хорошая новость в данном случае заключается в том, что это можно исправить. Хорошая новость заключается в том, что это можно подкорректировать. Вопрос... Вопрос немножко в другом. Вопрос заключается в том, хотите ли вы этим заниматься. Это уже другой вопрос, но вопрос, тем не менее, важен, на мой взгляд. По крайней мере. Да? Больше, значит, на что стоит обратить внимание? На то, первое, это что между вами общего и молодым человеком, то есть расширение того общего, что между вами есть. Изучение психологической игры и скандал, которая позволит вам раскрыть механизмы ссор. Вот. Определение своего отношения, своего состояния в компромиссной модели поведения. То есть я хочу сейчас, например, идти на компромисс или я иду на компромисс и себя заставляю. Но если вы себя заставляете, то само собой это не компромисс, это иллюзия. Если вы себя заставляете. Вот. То есть в данном случае можно говорить о том, что компромисс для вас как компромисс это, ну, вот своего рода жертва. И можете, можете мне поверить в том, что совершенно ничего хорошего в жертвеннике по поводу компромиссов нет. Ну, в жертвеннике вообще ничего хорошего нет, но в компромиссности здесь есть такие, я бы сказал, ситуативные нюансы, которые ну, на мой взгляд, изращают всю концепцию компромисса, потому что компромисс это все-таки больше про, наверное, свободную волю, да? Или про добрую волю. Или про добрую волю. Так, пожалуй, было бы сказать. Правильные. Вот. Это добрая воля. Ну, компромисс. Компромиссность. Если мы это воспринимаем не так, то мы отходим от самой идеи. Компромисс. Дальше. Вы пишите, что мы не всегда говорим по-душам, иногда что-то не договориваем. Это нормально. Это абсолютно нормально. Далее вы пишите, что в основном извиняется, он мне это дается сложно. Но почему вам это дается сложно, вы не раскрываете. На протяжении этих лет он делал мне предложение, я говорил, что мне нужно подумать, о чем вы думаете, о чем вы сомневаетесь, да? То есть, как бы, вот, именно сомнения в всем. И говорили вы молодому человеку об этих сомнениях. Вот. Наконец, нужно сказать, обязательно нужно сказать, что подобные страхи, я имею в виду страхи, связанные с тем, кто... Ну, будет вам делать что-то плохое, да, и так далее. Подобные страхи связаны со злостью. То есть, я могу предположить, что вы в себе, вот, подавляете злость. В каком, ну, в каком, в каком-то смысле, да, и в какой-то степени. Вот. Вы пишите, я очень сильно его люблю, мне хочется согласиться и сказать да, но я боюсь, что он станет меняться. А как, в чем, как проявляется ваша любовь, то есть, что вы вкладываете в это понятие, что я его люблю? Что вы вкладываете в сказать да? То есть, вот, для меня, мне показалось, что в да вы вкладываете некую обреченность. То есть, говорят да, вы говорите да навсегда. То есть, эээ, как бы, нет пути назад. Откуда у вас такое мнение? Ну, начнёт человек меняться, вам не понравится, ну, уйдёте от него. Вот. Дальше. Вы пишите, эээ, я иногда думаю, что из-за постоянных разум он меня бросит. Эээ, это история про страх, эээ, страх отвержения или страх одиночества. Тут нужно выяснить, с ним нужно работать. Эээ, не хочу разочароваться в любимом человеке, пишите вы. Ну, чтобы не разочаровываться, нужно не ожидать. Если у вас есть ожидания ваши, с ними нужно работать, чтобы они, эти ожидания, не переносились на других людей. Ожидания это наше попрямство, это наше желание, не имеющее или имеющее, но мало общего с тем, что будут делать или делают другие люди. Поэтому, естественно, необходимо разграничивать то, что вы ожидаете и то, какой человек, ну, вот на самом деле, да, какой человек, вот, ну, так скажем, эээ, реально, эээ, ну, ээээ, находится, то есть какой человек, ну, на самом деле, эээ, существует. Вот. Эээ, я думаю, эээ, ну, я думаю так, я думаю так. Как можно ответить вам на ваш вопрос, ээээ, который вы, ну, который вы задаёте. Я надеюсь, что, указал, эээ, вам на основные моменты, которые мне показались, ээээ, серьёзными. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу и позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова